Тем не менее, на фронте, направление главного удара, сказал Генштаб сегодня, это Купинское, Лиманское, Бахмутское, Абдеевское, Новопавловское направление. Новопавловское – это угледар. Смотрите, как должен быть решен вопрос о наступлении. Наступление, наступление, анонсировали, что в течение 10 суток начнется крупное наступление и прочее. Мы с вами говорили, не грех повторить, что по сути это уже начало этого наступления. Оно ползучее, с пригруппировкой в тылу, созданием вторых, третьих эшелонов. Сейчас на глубине где-то 90 км вдоль всей линии фронта создаются тыловые районы, где сосредотачиваются тыловые запасы и сосредотачиваются пункты органов управления старшего порядка. Система сеть создается, инспекции проводятся российскими генералитетом. Почему 90? Понятно, чтобы Химарсов не доставали. Но тут есть нюанс. В новом пакете придут новые ракеты на 160, и мы начнем резко доставать. Станет поинтереснее. Так вот, не знаю насчет 10 суток, знаю точно, что не будет никакого страшного наступления на Киев. И те, кто сомневается, давайте я дам лекарство от всего российского опцион на эту тему. Хотите? Да, да, хотим. Посольство западное эвакуируется из Киева? Насколько я знаю, нет. Значит, не будет наступления. Так вот, провокация отдельная на севере, возможно, но там нет ударных группировок, позволяющих зайти даже на 5 километров. Не то, что там, в глубину Субской, Черниговской и так далее. Поэтому обстрелы через границу есть, они и будут вестись. Могут быть отдельные, там типа 10 БТРов маневрируют и даже пытались где-то пересечь границу. Но там наших войск, слава богу, обороны столько, что кончится, это очень плохо для этих БТР. Им отставить панику спокойно, северным границам ничего не угрожает. Могут стрелять, но большого вторжения, подобного весенним или даже во половине, а уж тем более залихватских походов на Львов, на Ровенскую АЭС и так далее, не видно и в страшном состоянии. Но на Донбассе, да, на Донбассе будут давить, будут давить на Луганском, Запорожском. Две группировки напротив Бахмута, напротив Купинска. Напоминаю, основным содержанием является попытка отсечь Северск, вот этот выступ, который есть, и окружить Бахмут с севера и с юга. Сегодня по злые языки с той стороны утверждают, что наши войска ходили в контрнаступление в районе трассы Константиновка-Бахмута, там на юге. Клещеевка, общее направление тогда, напоминаю, это не наш генштаб, это злые языки, утверждаю. И на двух направлениях по утверждению этих же злых языков причинили некоторые неприятности и где-то даже отбросили. Там идет маневренная оборона в районе Бахмута. И многие задаются вопросом, о чем этот Бахмут так удерживаем, что бы мне отойти. Ну, есть простой ответ. Судя по потерям российской стороны, это идеальная машина, идеальная, если забыть про людские смерти. Ну, не забыть, а, сказать-то, рассуждать академически, вынести за скобки, если это только возможно, людские смерти и страдания. То эта машина по перемалыванию, россияне несут там такие потери, что российские войска, что с военной точки зрения сделать такие две точки притяжения или одну, условно, большую точку притяжения и работать на такого темпа снижения потенциалов, противник, это далеко не самое худшее военное решение. Достаточно выгодное на данном этапе. Вот, я напоминаю, что не будем говорить общих и обязательных слов, что и наши гибнут и солдаты, и мирные жители, но противник несет там колоссальная потеря. Колоссальные потери означают снижение его возможности двигаться дальше, достигать каких-то результатов, шантажировать нас с этими результатами и так далее, и так далее. Ну, вот. Это, давай, можно провести аналогию с Донецким аэропортом своего рода, который 242 дня стоял и решал задачу в нашу пользу. Там разница потерь была 10-15 в нашу пользу. Примерно то же самое сейчас по Солидарам и Бахмутам. И это машина по перемалыванию противника, его наступательного потенциала. Причем, заметим, там же ЧВК, Вагнов, тот же самый, там же десантники вновь там сооружены, свежие модострелковые бригады, которые пополнились, получая там боевой опыт, мобилизованный, и так далее, и так далее. То есть это ЗК технологии, да, там работа. Все, что они создали как потенциал ударной пехоты, а это величайшая ценность на войне, штурмовая пехота, просто величайшая, на вождейх и Марсов, и в 16 всех вместе взятых. Они там и перемалываются. Когда придет очередь выполнять страшные планы Герасимова, Путина, но по взятию новых городов, мы понимаем, да, что надо будет где-то искать эту штурмовую пехоту. А какие качества проект мобилизованный, несмотря на их всестороннюю подготовку? Когда ложится снопами ударная пехота, да, штурмовая, и которая могла бы показать пример, и прочее, прочее, это большой вопрос. Дискуссионный. В любом случае, это очень серьезнейшая оборона Бахмута Солидара, серьезнейшее ослабление противника, серьезнейшее. И мы помним, что цель обороны, цитирую, это вынужденные боевые действия, используемые, когда противника превосходствуют, и задачей которой является снижение или уничтожение наступательного потенциала противника. Ровно этим вооруженные силы Украины сейчас занимаются, и силы обороны. В тех местах не будем забывать про нацгвардию, про пограничников, про полицию. В бригаде, кстати, идет хорошая запись, где-то 9 тысяч уже записалось. 9 тысяч, это почти три бригады из восьми, уже укомплектованные, это первая неделя, по-моему, только что. Так что, вполне возможно, мы скоро увидим, как эти бригады приступят к обучению и боевому слаживанию, и в какой-то короткий срок увидим их на фронте. То есть, опять же, к вопросу российских пропагандистов, что здесь все хватают и тащат злобные военкомы на фронт. Вот вам количество добровольцев, 9 тысяч месяцев за неделю. Это пристойные результаты в целом по стране, это не так, чтобы ах и ох понимать. Они же очень сильно хотели прокачать тему, что у нас тут никто не идет, все убегают от армии. Но вот вам, пожалуйста, эти бригады научно показывают, что добровольцы есть. Их добровольцев в очень пристойном количестве. Продолжают гибнуть наши гражданские люди. Я взял себе за правило упоминать каждую передачу нашу. Обстреляли, чтобы мир знал, и мы все помним. Обстреляли сегодня, среди прочего, горняк Кураховка, это Донецкая область, Авдеевку, Красногоровку, Дружбу. Убит один, нет, на житель пора, и один ранен. Это данные еще на день. Возможно, к вечеру они изменились, я просто не видел свежих. Продолжает работать авиация, ВСУ, 9 ударов по районным сосредоточениям личного состава вооруженных сил Российской Федерации. Вчера в Новой Каховке была в течение двух суток этих очень два серьезных накрытия. Десятки единиц техники и десятки оккупантов. Погибшие ранены. Был, кстати, не знаю, я очень скептически отношусь к таким случаям, потому что это похоже на, когда это озвучиваешь, это похоже на либо черную пропаганду, либо комикс такой, знаете, военный, страшные страшилки. Но говорят, что в Каховке опять повторюсь, что случаи, которые были в начале войны, якобы с добиванием тяжело раненых российских, российской стороны. Не знаю непроверенной информации, несколько источников мне сообщили, независимо об этом. Может, это удачная придумка. Может быть, действительно что-то такое имело место быть, потому что такие случаи были. Их не были не десятки, но они имели место быть. Вот у меня написано черным по белому в нескольких сообщениях от разных очень людей, что вот такая история была. Я не очень, сразу скажу. Ты сидел топорами, ЧВКшники якобы забили, собственно, командира топорами. Я не знаю, видел ты это видео или нет? Не, не видел. Я не очень верю в такие вещи планово. На чем, черт не шутит, в этой войне российская сторона продемонстрировала столько пробитий дна, что я не удивлюсь возможным эксцессом и такого. Посмотришь, да, увидишь, да, 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 не знаю, утверждать не могу. Я сообщил то, что мне сообщили. Значит, что еще? Что еще? Вот, объявили в открытую, можно уже сказать, Франция поставит Украине два многоцелевых радара по его среднему радиусу действия, Грандмастер 200. Это интегрированная система с зитно-ракетным комплексом САМПТИ, которая французско-итальянская, которая должен поставить, как сказал МИД Италия, в течение 7-9 недель уже быть в Украине. А это возможность бороться с баллистическими целями, что крайне важно. А эти радары, вот как раз они будут весьма способствовать информированности по средствам воздушной обороны и поражению целей. Это результаты визита Министра обороны. Редактор субтитров А.Семкин